Проблема-то состоит в том, что оказывается, вот тот самый шатун, который, по всей видимости, писался в Киеве, возник в партии войны. Кому выгодна ситуация скандала вокруг Януковича? Почему Янукович, которому все скептически относились вчера, с сегодняшнего дня, стал в фокусе, и теперь люди ждут понедельника? Они иронизировали по поводу пятницы, но партия войны создала ситуацию, что все слушают Януковича и ждут Януковича. Я вовсе не в том, что ему будут верить, но оказалось, что он что-то сказал, что важнее, чем сегодняшний день. Зачем? А давайте посчитаем дни. У нас через несколько дней годовщина побоища студентов, а через неделю истекает срок предоставления плана по Минску, обязательства по Наревскому саммиту, который, кстати, судя по всему, уже проваливается. И оттуда уже выходит Леонид Кучма, по сути, ультиматум Порошенко. Вот в чем игра. Зайти в новый конфликт, создать новое правило, показать издействие старого врага. В этом заинтересованы не только Кремль, но и Киев, а точнее партия войны. В чем я вижу опасность? Резкая идеологизация ситуации. Опять у нас возникает новая конфликтующая сторона, и они появятся. Кстати, с завтрашнего, после завтрашнего дня, и с повесткой по парламенту, и с повесткой по суду, за или против, проводить, не проводить, нас ввергают в новую революционную ситуацию, причем в которой играет, к сожалению, партия войны. Это же контрреволюционная ситуация. Да, совершенно контрреволюционная ситуация. Я считаю это серьезным, потому что новые игроки организованы, люди с оружием, с националистической идеологией. Это все у нас пропускается мимо шеи. Это уже есть. А сегодня месседж, который мы должны серьезно обсуждать. Деоккупация через два года, это серьезно? Ставка на кризис России, это серьезно? Это позиция государственного деятеля или это политологические рассуждения? Причем сказанное, как я понимаю, на совещании национальной гвардии. Грубо говоря, мы реально входим в ситуацию нового, хорошо организованного внутреннего кризиса, где интересы Кремля и партии войны, как ни парадоксально совпадают. Но я так понимаю, судя из ваших же слов, что ближайшие дней 10 все-таки покажут. Я хочу успеть рассказать еще два момента. На что нужно обратить внимание из всего того, что написали Януковичу? Интернационализация расследования. Есть это слабое место и в подписанном соглашении, и, наверное, это тот путь, который стоит учитывать. Потому что все, что связано с играми внутри, купленное, коррумпированное, в государстве не монопольного насилия, а купленного насилия, наемного насилия, может нам угрожать новыми потрясениями. Нужно подумать. Может быть, международное расследование, как масштаб. И второй момент, тоже крайне важный. Это к вопросу о переточности постановки. На мой взгляд, ситуация с неуправляемыми милитарными объединениями сейчас это угроза национальной безопасности. Какими бы патриотами эти ребята не были... Продолжение следует... Продолжение следует...